Друзья, всем привет! Меня зовут Илья Андреев и вы на канале Ушатайка. Вадим Немков пошел в число участников гран-при Беллатор в полутяжелом весе, где главный приз – миллион долларов. Соперник Немкова в четвертьфинале Фил Дэвис, у которого Вадим выиграл раздельным решением судей в ноябре 2018 года. Также в гран-при будут биться такие серьезные ребята, как Антони Джонсон, Юэль Ромеро, Райан Бейдер, Лиота Мачидо, Коля Андерсон и Дабленджаник Шимурадов. Мы поговорили с Немковым об этом гран-при, самой мощной борцовской позиции в его карьере, лоу-тиках Александре Волкове и обои Магомеда Анкалаева и Никиты Крылова. А еще Вадим объяснил, кого можно считать бойцом Федор Тим, а кого пока что нет. Приятного просмотра! Начну с американской визы. Я помню, ты говорил, что она у тебя закончилась. Соответственно, сейчас тебе назначили бой на 16 апреля. Все ли будет с ней в порядке? То есть, удастся ли в Америку на 100% полететь? По-моему, виза у меня уже на последнем этапе. Должна скоро быть в паспорте. Так что, я думаю, до 16 апреля по любому вопрос закроем этот. Это будет твой второй бой с Филом Дэвисом. Расскажи, какие уроки ты вынес из вашего первого поединка? Он был достаточно напряженный. Ну, я понял, что Фил Дэвис такой крепкий орешек, не ломается психологически и до конца боя идет за победой. Он не выходит проигрывать. Если что-то не так получается, он перестраивается по ходу боя. Ну, и физически крепкий, и сильный соперник. А если говорить о каких-то технических аспектах, что-то бросилось в глаза, что у него особенно хорошо получается? В принципе, такого ничего нету сверхъестественного для бойца. Ну, хорошо получается бороться, контролировать. Дышит хорошо. Там, я думаю, если я не устану и не сделал какую-нибудь ошибку, например, как в том бою, я во втором раунде в конце сделал прием. Возможно, благодаря этому приему я выиграл раунд, но этот прием дорого мне стоил, короче. Потом дышалось по-другому после этого броска. После этого ты решил подобное броски исключить, так скажем, из практики именно во время поединков. И вообще есть ли в них эффекты, так скажем? Эффекты нет, это красиво, но это очень энергозатратно. И бросать такого здорового человека энергозатратно очень. Поэтому лучше их исключить и сделать только в экстренных ситуациях. Либо там на последней минуте пятого раунда это еще можно сделать. А так, я просто, я тоже не планировал этот прием делать и тогда. Просто когда я занял позиции сзади, он начал пробивать очень сильно локтями. И поэтому в экстренном случае пришлось проводить прием. Если сравнивать борьбу Дэвиса и Райана Бейдера, как ты считаешь, кто из них лучше в этом плане? Ну, у них она разная. Бейдер проходит в ноги низко, а Дэвис проходит больше в корпус. За счет того, что у него длинные ноги, длинные руки, он проходит в корпус и пытается там ломать его уже. Ну, не сказать, что у Бейдера борьба на каком-то уровне, на сверхъестественном. И не сказать, что у Дэвиса. Прям такая борьба. Опять же, они там боролись до перехода в ММА. Они боролись с какой-то университетской лигой. Или что такое? По университетской лигой. Их это самое университетское. Это на ЦФО, я не знаю, наверное, вот такое вот. Но я не скажу, что это прям... Это не олимпийский уровень. Если брать в расчет мнения только о бои, ну и там спарринги, обычные какие-то, не знаю, тренировки, кто вот тебя больше всех поражал вот именно своим уровнем борьбы и с кем было реально сложнее всего. Наверное, Толик Малыхин. Ага. Круче, чем Бейдер. Ну, да с Бейдером мы особо не боролись. Ну да, да, да. Прошел он в тревоходе, прошел в ноги. Ну, а там он ничего такого не извлек из этого входа. Ага. А так, когда-то на сборах боролись с Толиком Малыхин, у него, да, борьба сильная. Ну, у нас... Я тогда был в режиме подготовки, у меня вес тогда 100 килограмм был. А Толик 110 где-то весил своих. И когда у меня вес подходит 100 килограмм, даже у наших пацанов, у Алька, там, у Вити, 105 килограмм, это чувствуется сильно. Как у тебя сейчас будет строиться подготовка к этому поединку? Ну, вот мы сейчас до конца недели определимся с тренерами, решим, что как и примем решение. Сейчас пока все в раздумьях. А есть ли вариант, что ты проведешь сбор в Америке? Наверное, нет. Поэтому мы здесь подготовимся не хуже, чем в Америке. А кто, кстати, еще из ребят будет бои в апреле проводить? Я же не думаю, что ты один поедешь. Но я просто допускаю, что если ты решил вопрос с визой, ну, точнее, решая, что, наверное, и Анатолий Токов, наверное, тоже его решает, и твой брат, наверное, тоже, Виктор. По всем пацанам вопросы тоже решаются, но моя виза была в приоритете у Беллатура, потому что участвую в гран-при. А так визами всеми занимаются параллельно тоже. Как у кого-то поставят бои. Вот, кстати, такая вот тема, чтобы всем все было ясно. Участвует у Сергея Каринина был бой в Eagle FC. Титульный. Ну, понятно, что его там часто достаточно называли, что он боец из команды Федора, но он же ведь не боец из команды Федора. Я же правильно понимаю, что все-таки вот то, что он занимается в клубе у меня Александра Невского и команды Федора, это все-таки немного разные вещи. Я прав или нет? Ну, да. Грубо говоря, команда Федора – это уже ребята, которые достигли какого-то уровня по боям. Пацаны, которые только начинающие, они в Невский тим как бы ходят. Ну, смысл тот же, ну, практически тоже. Мы тренируемся все вместе, сборы проходим вместе, помогаем друг другу, ну, просто удалось. Ну, Федор нам больше внимания уделяет по технике и просто моментом по этим. А пацаны чуть-чуть по другой программе тренируются, когда Федор приезжает. Вот если бы ты бы называл бы фаворита Гран-при, но не считая себя, ты кого бы назвал бы? Я не знаю. И все же? Ну, кто-то из моей сетки, из нижней. Либо Дэвис, либо Ромеро, либо Рамбл. Тут, кстати, в UFC сейчас будет бой интересный, как раз-таки в полтяжелом весе. И между нашими бойцами, то есть между Магомедом Анкалаевым и Никитой Крыловым 27 февраля. Вот что ты, кстати, думаешь, кого можно назвать фаворитом в их противостоянии? Я думаю, Анкалаев. А почему не Крылов? Ну, Крылов, он хуже борется, Никита, по-моему. Анкалаев, Мага, я знаю, что он нормально борется, контролирует. А по ударке они оба хороши. Потому что, может, Мага чуть-чуть получше борется. Мага фаворитный. Ты до конца своей карьеры планируешь выступать именно в полтяжелом весе? Или все-таки задумываешься над тем, чтобы со временем перейти в тяжи? Учитывая, что его весит, что все же немало. Да, я задумывался. Пока Гран-при надо подержать, потерпеть и держать, а там уже принимать решения. Как тебе Волков, кстати говоря, в его последнем поединке? Молодец. Вышел, сделал свою работу, разбил. Красиво все сделал. Чемпионом будет в UFC, как думаешь? Если такой же уровень сохранит. Не знаю. Меочич, конечно, он другой. И Ингану другой. Таня не любит, если честно, взять его бой с Льюисом. Пока он держал на дистанции, а когда Льюис не попадал, когда Льюис пошел в размах, в размах, в размах, в размахе, и там попадает просто. Ну, Мгану и Меочич, это не Аверин, если честно. Тебе было бы, кстати, интересно с Волковым потренироваться? Я, конечно, понимаю, что это такой немного наивный вопрос, учитывая, что у каждого такие уже сформировавшиеся свои какие-то тренировочные лагеря. Ну, или тем не менее, может, это каким-то образом на пользу могло бы пойти, не знаю. Да можно было бы потренироваться, конечно. Раньше и тренировались вместе. Когда он в Восколе был. А сейчас, если только в Москву к нему ехать, или куда-то на сбору, где-то пересекаться. А, слушай, а в Восколе, это что-то он к вам приезжал, по-моему, году в 2009, что ли? Или после этого тоже побывал? Я просто что-то запамятовал. Честно, я не знаю, по годам, но когда я еще до армии тренировался, Саня был в команде. Потом ушел в трилу, по-моему. Сейчас после боя Парье и Коннора стала активно обсуждаться тема лоу-киков под колено. Ты их использовал в бою с Макгири, когда выиграл этим самым ударом. Когда ты сам их ввел вообще в свой арсенал и понял, что лучше всего бить именно удары под колено, то есть они классические лоу-кики по бедру. Да я там в Макгири разбил колено просто. Я там не под колено даже бил, а бил колено. Когда понял, всю жизнь, когда я занимался любителем, любитель по любителям ударался, я их всегда принимал, ну, использовал. Но там в любителях есть футы, это чуть мягчает удар. Но все равно я даже умудрялся по любителям за раунд разбивать ноги. Ну, плюс это такой больше еще психологический момент, когда начинаешь, выходишь пробивать, начинаешь жестко ногами, то соперники идут назад. А так в боях, если чувствуешь, что проходит и приносит урон, то буду бить. А если раз-два ударил, на третий раз подставили подставочку, то лучше задержаться. Мы тебя увидим еще на соревнованиях по боевому самбо? Есть у тебя они вообще в планах? Или сейчас... Если бы сейчас не поставили бой или поставили на май, на апрель, я думаю, я бы поехал на Россию, которая сейчас в конце февраля. А так в апреле бой не буду рисковать, травмироваться, не дай бог. Плюс там надо угонять в 98 уже, потом надо опять, ну, неохота рисковать. И, наверное, в этом году пропущу на следующий год. Если не будут пересекаться с боями боевой самбо, то думаю, поеду. Насколько тебе, кстати, удобен такой вот график, чтобы драться получается раз в три месяца? Рад, что такой график сделали, потому что это... Подрался, отдохнул, восстановился, подготовился опять, подрался. Само прикольно. Лучше, чем когда раз в год дерешься. Подрался, восстановился, вроде бы, начинаешь тренироваться, а не поймешь, куда тренироваться. Нет мотивации, грубо говоря. А тут ты знаешь, что в апреле подерешься, у тебя следующий бой в июле. До конца апреля отдохнул, остановил силы и снова готовиться. Субтитры подогнал «Симон» и снова готовиться. Субтитры подогнал «Симон» Игорь Негода. Продолжение следует...